Слово прокурору Зеленовского района Здравствуйте, уважаемые телезрители. Действительно, к качеству, полноте и своевременно смотреть обращения граждан уделяется огромное внимание со стороны органов прокуратуры. Только лишь за прошлый и истекший период текущего года только прокуратурой района рассмотрено 328 обращений. За этот период было удовлетворено порядка 19 обращений граждан. Основными причинами неэффективности института жалоб является неудовлетворенность в ответах, нередки случаи удовлетворения требований заведителей только лишь после вмешательства органов прокуратуры. Граждане мало свидетельны о том, как, куда, кому обратиться по своей возникшей проблеме. У граждан недостаточной информации для определения органов, у полномочного рассматривания эти требования. Поэтому граждане пишут во всей инстанции, дабы, чтобы на их вопрос найти разрешение на свой вопрос. Отсутствуют на сегодняшний день простые и понятные шаблоны и образцы жалоб. Как следствие, эти жалобы ходят по кругу. По кругу многородно перенаправляются с одного государственного органа в другой. Берик Аскарович, Вы сказали, что из 328 обращений удовлетворено только 19. Вот расскажите, почему такой низкий процент удовлетворенности жалоб? Ну, как я вначале отметил, зачастую обращения поступают не по компетенции. Вопросы касаются даже не на обжалованные действия государственных органов, а вопросы касаются предоставления земельных участков. Либо выплаты субсидий, либо выплаты подъемных пособий по программе с дипломом в село. Такие вопросы, естественно, в компетенцию органов прокуратуры не входят. Следовательно, мы эти обращения направляем по компетенции в местные исполнительные органы для уже разрешения по существу. И вот только лишь из-за этого мы приняли такое решение, точнее, органы прокуратуры совместно с Акиматом области приняли такое решение о реализации этого проекта, чтобы, опять же, граждане знали, по какому вопросу и куда обращаться. Сейчас идет, на сегодняшний день идет максимальное разъяснение гражданам, чтобы вот эти обращения не ходили кругами, а находили разрешение по существу в том органе, куда оно непосредственно должно быть направлено. Вот в феврале текущего года Акимом области и прокурором области был утвержден план мероприятий по реализации проекта «Жалоба индикатор госслужащего». Давайте вот об этом поговорим поподробнее. Расскажите, что это за проект, в каких целях он был создан? Совершенно верно. В феврале текущего года прокурором Акимом области утвержден проект под названием «Жалоба индикатор госслужащего». Целью его является эффективное, объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение обращений физических и юридических лиц к государственным органам. Проект включает в себя пять основных задач, в том числе это совершенствование механизма реагирования на жалобы, снижение повторных обращений, жалобы как эффективный инструмент защиты прав граждан, повышение уровня доверия к государственным институтам власти и изменение политики отношения к обращению. Задачи про это понятны, а все-таки уникальность его в чем? Пользуясь случаем, хотел сказать, более конкретно по этим планам мероприятия граждане наши могут ознакомиться на ведомственном сайте прокуратуры области, Акимата области, а также на специальной страничке Facebook. Уникальность этого проекта заключается в том, что в пилотном режиме у нас на территории Зеленовского района пробируются выезды в отдаленные сельские округа, отдаленные от районного центра. На сегодняшний день по графику, утвержден Аким района, таких сельских округов мы выбрали это Январцево, Даринск, Мохамбет, Кушум, Трекино, Дустык и Мичурино. Заблаговременно население сельского округа оповещается через средства массовой информации района, а также через Акимат сельского округа. Берек Аскарович, скажите, а вот кто из чиновников задействован в реализации этого проекта? Ну, я вот имею в виду, кто осуществляет прием населения? В рамках выездных встреч задействованы, во-первых, Аким района, прокурор района, руководители структурных подразделений местного исполнительного органа, руководители территориальных, центральных комитетов и ведомств на территории района, а также субъекты квази-государственного сектора. Это у нас коммунальные службы выезжают также на место, организации здравоохранения, центры обслуживания населения, чтобы осуществить максимальный прием граждан на селе. Цель наших выездов заключается в том, чтобы максимально помочь населению, сложившим по возникшим у них вопросам, потому что район сам по себе географически расположен вокруг областного центра и, предположим, с населения Яварского сельского округа, чтобы добраться до районного центра, занимает достаточно значительное время, а также несут финансовые затраты. В этой связи мы решили определиться именно по отдаленным сельским округам, с нашего выезда определили именно по отдаленным сельским округам, ориентированным на это население. Все для удобства населения. Все для удобства населения, да. А скажите, а вот с момента действия этого проекта сколько уже встреч было проведено? С момента реализации проекта мы уже осуществили два выезда в сельские округа. Это Январцевский сельский округ, поскольку он находится очень далеко от районного центра, и Даринский сельский округ. В них приняло участие порядка 100 граждан, жителей этих сельских округов. Ну, работа продолжается, и в текущий месяц у нас также запланированы выезды, выезд по графику еще один сельский округ. Это у нас село Махамбет Зеленовского района. Также планируется один из выездов, шли осуществить с руководством областных звеньев. В том числе планируется выезд и Акимов области, и прокурор области. Но это запланировано. Так, хорошо. А скажите, с какими вопросами обращаются к вам гражданами? Что беспокоит все-таки население? В основном граждане обращаются по вопросам здравоохранения, по вопросам миграционных процессов, вопросов земельных правоотношений, жилищных правоотношений, вопросы касаемо ветеринарии, сельского хозяйства, поскольку население – это актуальный вопрос. Также иных социальных вопросов, касающихся… по которым у граждан возникают вопросы. В том числе с дипломом село такие вопросы, выплаты специальных госпособий и тому подобное. А вот эти вопросы, с которыми они обращаются, их можно как-то на месте решить, или же они требуют какого-то дальнейшего рассмотрения? – Все разрешается в рамках действующего законодательства, но нередки случаи, когда граждане не знают элементарно, приходят с вопросом и не знают, куда и какой орган обратиться. Поэтому здесь идет еще максимальное разъяснение по возникшему гражданам вопросам. Актуально было в этом году регистрация населения по месту прописки. Мы в ходе своих выездов осуществляли максимальный прием и оказывали содействие в этом вопросе, поскольку совместно с нами выезжают сотрудники полиции, органы миграционной службы, и этот вопрос на месте разрешается. – Они также присутствуют на встрече? – Да, присутствуют, еще раз повторюсь, присутствуют руководители государственных, правоохранительных и иных органов, а также субъектов в госгосударственных секторах. То есть у нас ведется прием в большом зале, организованном местным исполнительным органом. Там сидят акимы, прокуроры района, сидят представители налоговой службы, руководители, органы юстиции, органы внутренних дел, структурные подразделения местного исполнительного органа, такие как отдел земельных отношений, отдел архитектуры, отдел занятий социальных программ, отделы жилищно-коммунального хозяйства. Это все, можно сейчас перечислять, да, это все руководители структурно подразделения местного исполнительного органа, в том числе, еще раз повторюсь, присутствуют и руководители территориальных министерств и ведомств, такие как инспекция ветеринарного контроля, инспекция департамента по защите прав потребителей, представители. Вот, эта работа у нас коллегиально в течение целого дня отшляется прием граждан на селе. Вот, смотрите, пришел человек с проблемой, да, представитель госоргана, его выслушал. Скажите, вот потом органы прокуратуры как-то контролируют, решился ли этот вопрос или на какой стадии он решения? Понимаете, наша встреча направлена, еще раз повторюсь, максимально разрешить проблему на месте, сложившую ситуацию. Если это действительно требует уже какого-то вмешательства путем проведения проверок, либо по приезду на месте выяснения по вопросам земельных отношений, это, конечно, уже обращение, тот уполномоченное лицо берет себе на контроль и по месту своей дислокации начинает работу по этому обращению. Ну, основная задача – это разрешить проблему на месте. А каких результатов все-таки вы ожидаете от этого проекта? Несомненно, мы от реализации данного проекта ожидаем, во-первых, что граждане будут знать, как и куда обратиться за защитой своих прав. Это очень важно. Во-вторых, повысится уровень правовой культуры, правовой грамотности. В-третьих, планируем, что не будет хождения граждан по всем инстанциям, а люди будут отслеживать жалобу, не выходя уже из дома. В-четвертых, повысить качество работы с жалобами, и это будет показатель оценки самого государственного органа. Ну, и в-пятых, мы таким образом хотим повысить авторитет государственного органа и, как следствие, доверие граждан к институту власти. Ну, действительно, проект очень нужный. Скажите, может быть, планируете и на следующий год продолжать такие встречи? Как я уже вначале отметил, что у нас выезды в населенные пункты у нас выбран Зеленовский район, в пилотном режиме проходит на территории нашего Зеленовского района. По результатам этой работы уже будет дана определенная оценка, и там уже будут пробираться на территории других населенных пунктов, я так думаю. Сейчас у нас пока идет проект в режиме реализации, поэтому, пользуясь случаем, хотел бы обратить внимание наших граждан, наших телезрителей. Максимально, если вы хотите более подробно ознакомиться с планами мероприятий этого проекта, можете еще раз, напоминаю, просмотреть его на ведомстве сайте прокуратуры области, Акимат области и странички в Facebook. Ну что ж, Берик Аскарович, я благодарю вас за то, что вы сегодня нашли время, пришли к нам в студию, рассказали об этом действительно нужном проекте. Если есть у вас в завершении, что еще сказать нашим телезрителям, пожалуйста. Спасибо большое. Уважаемые телезрители, на сегодняшний день, как мы отметили, реализуется этот проект. Жалобы индикатора госслужащего открыты. Все государственные органы открыты для приема. В этой связи хотел бы обратиться к вам, если возникают вопросы по вашим насущим проблемам, либо каким-то неразрешенным вопросам. Вы можете обратиться на участие, принять участие в организуемых нами встречах. И ваш вопрос в любом случае найдет свое разрешение. Спасибо. Спасибо. Да, действительно, уважаемые телезрители, если есть проблемные вопросы, не оттягивайте, смело приходите на такие встречи, ведь они проводятся именно для вас. А на этом наша передача подошла к концу. Всего вам доброго и берегите себя. Редактор субтитров А.Семкин